Всем привет, друзья! Весна, теплая весна, 16-й год. Сегодня я ехал с родителями по делам. И, короче, знаете, как собираться с родителями? Это, конечно, такие истории. Все хотят куда-то ехать. И сестра хочет, и мама хочет, и папа хочет. Когда вот это все соберутся, это столько нюансов. Это как в сериале, наверное, американском. Там кто-то что-то ищет, кто-то что-то забыл. В итоге я забуду какие-то документы на машину дома. Ой, по-разному, по-разному все бывает. Но зато, наверное, в этом есть и смысл жизни, смысл семьи, да, чтобы как-то жить всем вместе и решать такие семейные дела и проблемы, не знаю, радоваться, немножко грустить и так далее, переживать какие-то проблемы, вот, ну, такое. Сегодня мы просто там ехали в одно место, скажем так. Я помню, сколько бы мы не ездили все вместе, вот какие-то нюансы. Все в машину не помещаются, хотят, и те хотят, и, короче, вот. Такие дела. Я вот, знаете, я вот размышляю о том, какую бы машину себе купить, вот, в ближайшем будущем. Думаю, вот знаете, чем больше машина, тем больше вещей с собой возишь. Я не знаю, у всех ли так, но мне так кажется, у меня просто есть у знакомых и маленькие машины, есть и вот эти Mercedes Vito, и они в этих бусах постоянно что-то возят. Блин, что-то так солнце бьет в глаза. Когда вот такой бус получается, они везут там все, все, что надо и не надо в этом багажнике. Я вообще не понимаю, зачем вот это все возить, поэтому я вот думаю, блин, я куплю себе вообще двухместную, не двухместную, вот, машину какую-то купе. Допустим, ну, мне нравится Mercedes, CLK, вот, серия. Понятное дело, новые, не знаю, какие новые, они сильно дорогие, но вот BU, BU-шные машины где-то с 7-го года, 8-го года, можно купить не сильно дорогую. Ну, это в Чехии, допустим, в Германии. Потому что, да, может быть, она какая-то непрактичная машина, но я еще ни разу, честно вам говорю, не ездил на такой машине, но мне бы очень хотелось, вот, допустим, попробовать, как... Один раз я на какой-то машине... В Чехии я ездил на Сузуки, какой-то такая модель, она еще не массовая, там это такой джип, типа как сафари, да, может, вы знаете, американский, по-моему, есть джип сафари. А эта, также у нее двое дверей, и чтобы выйти с заднего дивана, нужно вот сиденье, вот, пассажира или же водителя откидывать назад. И я постоянно забывал выпускать пассажиров из машины, вот, это было в Чехии. Вот, но, допустим, в такой двухдверной, или правильно, трехдверной машине мне как-то более спокойно ехать. Вот я... Машина такая, наверное, для эгоистов, да, то есть все для себя, для своего комфорта. Там никто сзади не залезет, не откроет тебе дверь без твоего разрешения, а ты сам вот сбоку положил там свою сумку, ноутбук или что-то там возишь, и все. Удобно, вот. А еще вот эти Мерседесы, у них стекла складываются, вот, передние и еще задние. У них задние такие узкие. И когда ты опускаешь все вот эти стекла, машина как кабриолет. Очень круто, очень круто. И стоимость такой машины от 5000 евро в Германии. Это, ну, плюс-минус, наверное, можно найти какую-то в среднем состоянии. А вот хорошие где-то 7, 8, 10 тысяч евро. Да, кто-то скажет, боже, это идиотизм, можно за такие деньги купить себе практичную машину, Шкоду, допустим, Октавия, или там какой-то Volkswagen приличный, или Шкоду, Фабия практически новую можно купить за такие деньги, или Пыжик, 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 Смарт можно. Там стоит Смарт. Не знаю, наверное, пока молодые, хочется что-то эмоциональное, а не совсем практичное. Думаю, практика это когда у тебя уже семья, нужны какие-то коляски и так далее. Вот это все. Вот это заезжает на Шкоде. Шкода, вот такую Шкода можно купить. Вот такая Шкода можно купить за тысяч, наверное, это где-то год двенадцатый, ну, восемь тысяч, семь тысяч евро. Вот. Если у вас есть Mercedes Coupé, можете написать мне комментарии, или что вы думаете по поводу машин. Я этой темой постоянно интересуюсь, читаю вот разных блогеров, смотрю на ютубе «Лесу рулит» Дениса Рэма. Советую и вам, если интересуетесь машинами. Он, Денис, живет в Германии, в Мюнхене. Он сам из Казахстана. У него девушка из Украины, и они снимают обзоры на автомобили. Также у них есть компания, которая занимается подбором автомобилей для клиентов. Да, если вы хотите купить себе машину в пределах десяти тысяч евро, и не знаете, ну, не разбираетесь, да, вот в автомобилях, там, может, она битая, может, у нее, там, меняли, там, окна, двери, там, двигатель, что-то, какие-то проблемы, они тестируют. Деста-кар, можете зайти на сайт, в гугле введите и прочитаете. Также они могут снять видеообзор на ваш автомобиль и выложить в YouTube в хорошем качестве. Ну, очень прикольно. Мне нравятся они такие. Это не телевидение, но это любительская съемка, но очень качественная и на уровне. Вот такие мысли у меня сейчас в голове. Пока хотелось бы, ну, реально хочется машину. Ну, реально, я даже когда-то писал, я очень хотел работать в автосалоне, и в Киеве я ходил в эти Шкоду, и в Вольсваген, и в Мерседес. У них нужно знать и немецкий язык, и английский. Не знаю. А если не знаете, то нужны связи. И, короче, меня не взяли, что и неудивительно, так как я все равно этим интересуюсь. Такие вот дела. Красота. Ой, ладно, друзья. На этом буду заканчивать свое видео, свои мысли об автомобилях. Пишите. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Какие вы любите машины? Любите ли вы их вообще? У меня друг, ему машины неинтересны. Одному из друзей моих. Он там ездит на велосипеде. Такое. Кому-то надо, кому-то не надо. Ладно, все. Пока, пока.